Вот, например, календула имеет такую способность выводить горячие яблоки, как сказано в Востоке в китайской медицине, в тибетской медицине. Более того, если говорить о нашей любимой Хильдегар, 13 век, уже тогда она писала, при любом отравлении и если в печени кулит сильно в процессе того, что человек неправильное что-то съел или отравился, то непременно возьми календулу, завари ее и пей в течение дня, а цветы не выбрасывай, а обязательно положи в тряпицу, как она говорила, в теплом виде, обязательно нанеси на область желудка и печени и распредели. Смотрите-ка, это даст возможности не образовываться ни твердым, ни мягким опухолем. Вот тебе и 12 век. Понятно? Не чудо ли? Чудо, конечно. Вот, пожалуйста, и так она говорит вообще о любом отравлении. Особенно она говорит о том, что если это яд мяса или рыбы, можно воспользоваться. Но мы с вами знаем, в календуле только цветы, мы говорим оранжевые солнышки наши маленькие. Так вот, мало того, что содержание каратина это невероятное, да, здесь противовоспалительное действие, влияние на селезенку, на функции селезенки, поджелудочной железы, улучшаются функции пищеварения, и гепатопротективные свойства ее очень высокие. То есть она очень мягко воздействует, действительно, выводя токсины из организма. Поэтому при всех видах отравления... Но при диабете это должна идти распространение? Да, 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 конечно, безусловно, мы ее добавляем. Тем более мы говорим о том, что напрямую, когда говорим диабет, мы имеем в виду воздействие как раз на регуляцию как раз сапора. А здесь непосредственно на первопричине. Потому что реанимация островкового генгарса, но все очень часто, вся эта терапия у нас идет через печень. Обратите внимание, что для самой поджелудочной практически препаратов аллопатических нет. Кроме ферментов мы ничего с вами не имеем. И вот тут как раз именно натуропатическая медицина, натуропатия, как раз возможности иметь в арсенале нужные травы, делает просто невероятно нас сильными в этом плане возможности помочь человеку. Потому что работая непосредственно на поджелудочную железу, на треугольник в частности, помните, селезенка, поджелудочная железа, желудок, мы с вами укрепляем весь этот треугольничек, в частности его взаимосвязи между собой, воздействие селезенка, календулу на функции селезенки. А вы помните, да, что... Дайте-ка я вам наброшу, я не могу. Вы мерзнете, пуховый платочек свой давайте. Вот так. Так вот, здесь получается, что календула, прежде всего у нас с вами, она воздействует на вот этот треугольник, селезенка, поджелудочная, желудок.